Насколько удивительна профессия корреспондента? Тысячу, наверное, сотни тысяч раз, ну нет, конечно, преувеличиваю, был в Евпатории. Но только когда поехал туда снимать путешествия по Малому Иерусалиму, я открыл для себя этот город по-новому и, поверьте, по-настоящему влюбился. В Евпатории вообще много прекрасного, и там происходит... Есть не только на что посмотреть, но и поучаствовать в тех мероприятиях, которые там проходят. Об одном из них мы сейчас поговорим с нашим следующим гостем, предлагаю тебе к ним пройти. Да, конечно, и сразу идем, чего? Да, тем более, что тема актуальная, и в первую очередь такая немножечко. Можно и подумать о том, как провести приятное время в свое удовольствие, потому что, опять же, в Евпатории будет проходить фестиваль «Гизлев Капусы», да, совсем скоро. Он будет проходить три дня, если я не ошибаюсь. Доброе утро! Доброе утро! А я хочу представить сначала нашего гостя. У нас в гостях Эльдар Абрагимов, депутат Евпаторийского городского совета. Доброе утро! Доброе утро! И, ну, если я уже начала про фестиваль, скажите, пожалуйста, когда он будет проходить и каким образом? Ну, фестиваль «Гизлев Капусы» — это открытый фестиваль республиканский, комско-тарской и тюркской культуры, который будет проходить в городе Евпатория, называется «Гизлев Капусы», и будет проходить он 15, 16, 17 августа. Что можно будет увидеть, чем заняться, ради чего стоит поучаствовать в этом фестивале и приехать ради него в Евпаторию? Ну, 15 августа, прямо начиная с 8 часов утра, на пляже в городе Евпатория начнется борьба «Куреш». Значит, это такое состязание, крымско-татарская национальная борьба, которое пройдет с 8 утра и будет проходить до вечера. Можно совместить приятное с полезным, наслаждаться спортивными состязаниями и купаться в море. Вместе с этим также планируется на этом фестивале такое мероприятие будет «Ашикские чтения». Это очень интересное такое мероприятие, оно специфическое такое, его редко где можно увидеть. И это происходит уже 16 лет в городе Евпатория. «Ашикские чтения». Это, если вот перевести на современный язык, представьте, «рэп-баттл» только с участием национальных инструменталистов и поэтов, которые будут между собой состязаться на национальных инструментах и поэтические такие поединки будут. Вместе с этим одновременно, ну параллельно, будут проходить кружение дервишей, такое вот, такое тоже редко где можно увидеть. Очень колоритно вы описываете, да? Да, это, ну, будет также принимать участие там Энвера Измайлов, это гитарист, который входит в десятку лучших гитаристов мира. Поэты, лучшие поэты вообще тюркского мира будут представлять, принимать участие на этих ашикских чтениях. Кроме того, на протяжении всего этого, значит, добудется провождаться детским вокальным конкурсом, вокально-танцевальный такой конкурс будет, называется «Алтенсес», который будет проходить вот на протяжении всего этого времени на маршруте «Малый Иерусалим». Знаете, у нас в городе есть такой прекрасный туристический маршрут «Малый Иерусалим», который включает в себя многие культуры, которые переплетаются у нас в городе Ивпатория. И вот там расположена сцена, и там же будет проходить вот этот вокальный конкурс, где будут выбираться молодые талантливые исполнители. И финальные выступления, которые уже финалисты, будут выступать на галоконцерте, который будет проходить 17-го числа. Галоконцерт тоже это такое особенное мероприятие, куда будут приглашены ансамбли и творческие коллективы почти со всех, ну, с многих республик Российской Федерации. А, даже масштабнее. Да, уже заявили о себе. Также будет такой хедлайнер «Учкудук» ансамбль, который к нам приедет из Средней Азии. Мы ждем их, и очень прекрасный такой ансамбль. Короче, гостей собрали со всей России, мне кажется, да? Со всей России, да. И на это очень... Своего мира, я полагаю, вообще фактически, да? Ну, со всей России есть мир. И скажите, пожалуйста, то есть в три дня поучаствовать вообще могут все желающие, платно, бесплатно, вот на что людям рассчитывать, как ориентироваться? Да, ну, нужно будет только взять денежки для того, чтобы там передвигаться по городу, может быть, там что-то перекусить для себя, вот так, а все остальное будет... На свои потребности, да? На свои потребности, да. Вот об этом все сижу и думаю, кофе на песке будут готовить? Да. Только в Евпатории такое, мне кажется, просто можно попробовать. Я просто не видела, я не понимаю, что ты о чем-то говоришь. Ну, это, как я понимаю, тюркский способ приготовления, да, когда на песке турка стоит и вот на раскаленном песке готовится. То есть чисто евпаторийская такая автохтонная вот особенность, которую в Крыму можно только там попробовать. Да, ну, пляж, где будет проходить вот Куреш, называется Лазурный берег. Пляж находится между озером Майнаки и Черным морем. Такая вот коса есть. Это такой высококачественный пляж, где и готовят и кофе, и где можно питаться хорошо, где можно отдохнуть нормально. Там пляж разделен на разные зоны. И там же готовят это кофе, о котором вы говорите. Интересно, но я обязательно попробовала только ради кофе. Мне кажется, я бы приехала, хотя каждому есть ради чего ехать. Вот скажите, пожалуйста, фестиваль же проходит не первый раз, да, вот в этом году? Или впервые? 16 лет подряд уже. 16 лет подряд. Ну и скажите, вот вообще, с каждым годом собирается людей все больше, все меньше. Какова динамика? Ну, динамика разная, в зависимости от организации. В этом году фестиваль финансирует Министерство культуры Российской Федерации. Есть такая организация поддержки и развития крымско-татарской культуры и искусства, крымско-республиканская организация, которая получила в этом году грант. И если вот в прошлые годы мы как бы этот фестиваль проводили собственными силами, силами евпаторийского бюджета и силами предпринимателей, как говорится, да, то в этом году он и предпринимателей в том числе, и еще и государственная поддержка. Поэтому оно планируется провести на высоком уровне. В этот раз мы очень сильный упор сделали на рекламу, на разъяснения, на популяризацию этого фестиваля, потому что это очень важно. Так как раньше он, в некоторые годы он проводился, но об этом знали только те, кто его организовывает, и жители города Евпатория. Мы в этом году хотим пригласить весь Крым на этот фестиваль, потому что он, это стоит посмотреть, жемчужина Крыма, жемчужина этого нашего туристической жизни Республики Крым. Ну я больше скажу, что у фестиваля есть все шансы стать визитной карточкой Евпатория, потому что, чтобы вот и говоришь о том, что проходит он там, и сразу человек, ассоциации идут уже и с городом непосредственно, правильно? Да, и с городом, и с Крымом, и вообще, это же фестиваль крымско-татарской культуры. А крымские татары, само только название, крымские татары, такого нет нигде в мире. Только в Крыму у нас есть такой народ, который развивает эту культуру. Спасибо вам большое, спасибо за беседу и что пришли к нам сегодня в гости. А я напоминаю, что на гостях был Ильдар Ибрагимов, депутат Евпаторийского городского совета. Да, ну, а я хочу сказать, что совсем не уделюсь, если данное действие станет действительно яркой жемчужиной в сети интернета. Тем более, что ежедневно там обновляются сотни видеороликов, сотни постов с фотографиями и прочим. Ну, что я рассказываю, давайте я вам лучше покажу самые интересные за последнее время.